Здравствуйте! В эфире новости Тагил-ТВ в студии Анна Кизилова. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. С большим размахом в мэрии обсудили праздничную программу к 300-летию Нижнего Тагила. Привести в порядок военные мемориалы. Специальная комиссия объехала памятники, посвященные Великой Отечественной, чтобы оценить их состояние и определить масштаб ремонтных работ. Конкурсы профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Свердловской области стартовал региональный чемпионат Обилимпикс. Сразу три приглашенные звезды, 3D-шоу, фестиваль фейерверков, открытие стелы, город трудовой доблести и торжественный прием. Праздновать юбилей города в этом году тагильчане будут с размахом. Подробности программы Дня города 2022 узнала Юлия Полева. Три сотни лет истории, три приглашенных звезды и три дня празднования. Таким будет День города в этом году. Праздничная программа как никогда обширная. Вот приняли мы решение чуть-чуть его увеличить. Все-таки юбилейный год, 300 лет. То есть сделать два яркие выступления отдельно для более старшей категории людей и для более молодой. По традиции открывать череду праздничных мероприятий будут на торжественном приеме. Его проведут в пятницу 12 августа. В этом году всего больше и гостей будет тоже больше. Поэтому торжественное собрание проведут в Нижнетагильском цирке, а не в драматическом театре. На центральной концертной площадке за «Современником» разместят семь экранов. Там выступят диджей Егор Нац и Хабиб. С 22.00 на театральной площади начнется видеомэппинг-шоу. Это 3D-проекция с живым музыкальным сопровождением. Само представление будет на 11 минут. 11 минут мы показали, в 15 минут мы делаем перерыв, чтобы у нас поменялась публика. Снова мы повторяем. То есть в течение часа мы будем повторять 4 раза. С промежутками 15 минут. В субботу, 13 августа, будет работать 8 концертных площадок. В 22.00 на центральной площадке выступит группа «Нана». В полночь на акватории Тагильского пруда начнется фестиваль фейерверков. Уже заявились три команды. Из Нижнего Тагила, Твери и Сергиева Посада. Каждая представит свою пятиминутную программу. Будем стрелять с трех точек. Это будет очень красиво, объемно. Если получится, то будет музыкальное сопровождение. Но все будет зависеть от погоды и как подготовятся сами участники. Ну и в конце будет финальное 10-минутное зрелище, когда опять же с трех точек все три команды будут единоразово исполнять, запускать салюты. На 14 августа запланирован фестиваль духовых оркестров и открытие стелы «Город трудовой доблести» на реконструированной привокзальной площади. Организаторы не исключают, что поздравить Нижний Тагил с 300-летним юбилеем прибудут высокопоставленные гости. Перекладывается водопровод и канализация, идет демонтаж опор освещения. На привокзальной площади продолжается масштабная реконструкция в преддверии сооружения мемориального комплекса и установки стелы «Город трудовой доблести» к 300-летию Нижнего Тагила. За ходом работ наблюдала наша съемочная группа. Вскрывают старый асфальт, роют траншеи и убирают ветхие трубы. Здесь, у гостиницы Тагил, ведется монтаж новой нитки водопроводной сети. Выполнено 72 метра водопровода, проложили нового. В данный момент сейчас демонтируют старые колодцы, будут устанавливать новые колодцы из нового материала. И продолжают разработку траншеи. Мерзлый грунт, поэтому немножко медленно. Дальше, думаю, пойдет повеселее. Всего на участке от здания на улице Садовая 6А до дома БТРа водоканал НТ планируют заменить 535 метров водопроводной сети диаметром 200 миллиметров. Помимо этого, еще 20 метров водопровода диаметром 250 миллиметров заменят на диаметр 315 миллиметров для увеличения пропускной способности сети водоснабжения в районе кулинарного училища. А также отремонтируют все колодцы на сети водоснабжения. Вместе с этим продолжается капитальный ремонт сети водоотведения и двух напорных канализационных коллекторов. Эту работу выполняет подрядная организация «Уралспецтранс». По канализации основной, то, что нужно было положить под дорогой, под проезжей частью положили. Сегодня демонтировали старые опоры. Будем засыпать остатки траншеи и будем ждать закрытия дороги, чтобы можно было выполнить соединение коллекторов с камерой гашения. На участке от гостиницы «Тагил» до камеры гашения на улице Садовая 19 планируется полностью заменить 560 метров канализационной сети. Две нитки диаметром по 500 миллиметров каждая. По сети канализации у нас проходят по привокзальной площади два коллектора, напорных коллектора. Материал труб имеющихся коллектора, азбестоцементный. Тем не менее, тем более, что еще эти коллектора проходят в месте, где будет устанавливаться и строиться сама стелла, что недопустимо в нашей ситуации. Поэтому мы приняли решение сменить траекторию прокладки новых коллекторов, обойдя место строительства самой стеллы. Все трубы как на сети водоснабжения, так и на системе водоотведения будут заменены на полиэтиленовые. Кстати, такие трубы сваривают при помощи специального аппарата, без шума и искр. Швы получаются плотные и никогда не рвутся. По графику работы на сетях должны завершить до конца июня. Но водоканал НТ намерен закончить их раньше срока. В настоящее время на площади ведутся и другие работы. В частности, идет демонтаж опоры электроосвещения на участке протяженностью примерно один километр. Восемь бетонных столбов уже убрано. Предстоит убрать еще 12. Впоследствии здесь поставят современные, и контактная сеть пойдет под землей. Мемориалы и монументы, имеющие отношение к Великой Отечественной войне, приведут в порядок. В преддверии 9 мая фронт работ определит специальная комиссия из тагильских искусствоведов и сотрудников управления культуры. Они отправились осматривать тагильские памятные места. Специальная комиссия в ее составе искусствоведы и специалисты управления культуры начинают с главного мемориала «Мать Родина». Это не просто памятник. Здесь братская могила солдат, лечившихся в тагильских госпиталях в годы войны и скончавшихся от ран. Открыли мемориал на Центральном кладбище к 40-летию Великой Победы в 1985 году. Год назад прошла большая и долгожданная реконструкция. После зимы, говорят музейщики, городские памятники могут быть повреждены, не вандалами, дай бог. От осенних дождей, перепадов температур может произойти окисление краски, потрескаться плитка. Это видимые дефекты, но они могут появиться и внутри памятников. Поэтому задача – провести качественный мониторинг состояния городской скульптуры. Объезд этот у нас проводится с 2008 года. Мы смотрим не только памятники, но и памятные доски. Сегодня мы ездим по Ленинскому району. Каждый год в апреле ездим, потому что, чтобы у баланса держателей были какие-то возможности исправить какие-то недочеты. Где-то помыть, где-то плитки приклеить, там еще что-то. Повреждений нет, замечания выданы. Порядок и с памятником работникам ВМЗ, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А вот на монументе у рудоуправления, не вернувшимся с фронтов в шахтерам, его автор, как и центрального мемориала, известный уральский скульптор Василий Ушаков. Налицо дефекты с плиткой. Где-то она отпала, где-то раскрошилась. На приведении в порядок пушек, как в народе называют этот памятник, у баланса держателя, это высокогорский ГОК, две недели. Но не только баланса держателей в ответе за сохранность городской скульптуры, говорят искусствоведы, а все тагильчане. Если, конечно, считаем себя культурными. Памятники эти, а с Великой Отечественной войной в Тагиле связаны 76 монументов и памятных досок, страницы истории нашего города и всей нашей страны. В седьмой раз в Свердловской области стартовал региональный чемпионат Обилимпикс. Это конкурсы профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проводит их автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», созданная по инициативе президента страны Владимира Путина. На одной из площадок, которая открылась в Нижнем Тагиле, побывал Алексей Алексеев. Нижне-Тагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса – одна из площадок, которые принимают региональный чемпионат Обилимпикс. Студенты-инвалиды из профессиональных образовательных учреждений Свердловской области демонстрируют профессиональное мастерство в двух компетенциях. Организованы и ранее токарные работы на станках с числовым программным управлением и новый – электромонтаж. В рамках областного регионального гранта, который нами был выигран, нами были созданы новые современные мастерские по данной компетенции. И с сегодняшнего дня мы начинаем их активно реализовывать для того, чтобы проводить конкурсы такого масштаба и готовить специалистов нового уровня. Чемпионат Обилимпикс проводится в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Каменске-Уральском. Соревнования организованы на 27 площадках по 51 компетенции. Количество участников – почти 500. Навыки молодых людей оценивают эксперты. Огромное значение подобных мероприятий отметил в ходе торжественной церемонии открытия глава города Владислав Пинаев. Участники конкурса имеют некоторые проблемы по здоровью, но тем не менее ребята действительно целеустремленные, наверное, вдвойне. Приятно им сказать добрые слова. Молодцы, что осваивают профессию, молодцы, что участвуют в конкурсе. Они постигают новые высоты. Тем более, что на сегодняшний день у нас квалифицированных кадров в прямом смысле слова недостаток. Работодатели не оставляют без внимания подобные конкурсы. В частности, на Уралвагонзаводе, который является партнером техникума металлообрабатывающих производств и сервиса, трудоустроено более 700 инвалидов. Победители регионального этапа выступят на национальном чемпионате Обилимпикс. Как обеспечены юные тагильчане от полутора до трех лет местами в дошкольных учреждениях? Этот вопрос обсудили на комиссии Нижнетагильской городской думы по социальной политике. О том, что ситуация не критична, депутатам рассказала начальник управления образования администрации города Татьяна Удинцева. У нас шесть детских садов, которые принимают детей от года до трех лет. Эти сады у нас посещают 4824 ребенка. По состоянию на 1 апреля очередь в детские сады составляет у нас от полутора до трех лет 851 человека. Что касается создания дополнительных мест, в городе есть планы строительства пяти детских садов с ясельными группами. Сроки их реализации зависят от финансирования из областного бюджета. В нынешнем году будет завершена реконструкция детского сада Ислей номер 10, а в следующем детского сада Ислей номер 20. Учитывая общее снижение численности тагильчан дошкольного возраста, существует возможность перепрофилирования групп в детских садах для приема малышей. Работают и пользуются достаточным спросом ясельные группы кратковременного пребывания и группы в частных детских учреждениях. По словам Татьяны Удинцевой, на сегодняшний день есть возможность зачислить всех детей, достигающих полутора лет, на желаемую дату. Обеспеченность местами детей от трех до семи лет в соответствии с указом президента России стопроцентная. Уралочка НТМК в полуфинале чемпионата России. В Нижнем Тагеле состоялся второй поединок в серии до двух побед с Тулицей. На выезде в Туле уральские волейболистки уверенно победили 3-0. О том, как горячая поддержка наших болельщиков помогла одержать вторую победу в следующем репортаже. Игра будет острая и агрессивной. Это стало ясно с первых минут, как только команды вышли на площадку. Чуть раньше, в первом матче серии, встреча уралочки НТМК и Тулицы закончилась победой команды Михаила Карполя со счетом 3-0. Гости были полны решимости отыграться. Резко рванули вперед и повели со счетом 4-1. Уралочки смогли ответить и сократили отставание. И все-таки первую партию со счетом 25-22 забрала Тулица. Должны выиграть не обязательно, другого пути просто нет. Карму портить не буду, но 100%, другого пути просто нет. Иначе все бессмысленно, мы обязательно победим. Соперник на прошлой игре потерял два своих сильнейших игрока, в принципе. Сегодня команда Тулицы, видно, что они собрались, играют на результат. Как? За наш город, за Евраз. Уральская. Уральская команда, как? Мы за нее болеем. Только за нее болеем. Надо еще чуть-чуть поднажать и, думаю, вырвемся, сможем. Чем вам нравится эта команда? Она сильная, смелая и идет со своей целью до конца. Есть какие-то свои любимые игроки на поле? Я люблю всю команду. Конечно, за Уралочку. И даже не помню, вот как начали здесь у нас игры проходить, здесь в форуме. Так и ездили, и болели. Ну вот, был период пандемии, и все, и очень не хватало нам этих игр. Есть любимцы свои в команде? Да, мне очень нравится Карполик и Сеня Парубец. Второй сет, кстати, тоже закончился со счетом 25-22, но уже в пользу уральских девчонок. Трибуны постарались обеспечить моральную поддержку команде. Люди болеют отчаянно, рьяно. Я надеюсь, что сейчас в следующей партии мы поможем нашей команде победить. Клуб великий, великие традиции, великий тренер. И есть к чему стремиться. Ну и, конечно, традициями наша команда сильна. И сильна, опять же, тренерским составом и самими девчонками. Третий сет был, пожалуй, самым напряженным и затяжным. Уралочке удалось выйти вперед. При поддержке болельщиков Ксения Парубец мощной атакой заработала для своей команды первый сетбол 24-23, который был отыгран Тулицей. Далее Уралочка зарабатывала один сетбол за другим, но Тулица давала сдачи. В итоге со счетом 31-29 сет достался Уралочке НТМК. В завершающем четвертом сете команды буквально вырывали друг у друга победу. В конце концов, со счетом 28-26 победа досталась Уралочке НТМК. Общий результат 3-1 в пользу наших спортсменок. Матч действительно был очень эмоциональный. Сразились две команды, которые играют, я считаю, в очень интересный волейбол. Я считаю, что Тулица в этом году – это просто открытие сезона. Просто шикарная команда, отличный коллектив. И просто я их поздравляю с такой прекрасной игрой. Чуточку не повезло, но как команда они показывают себя на высшем классе весь сезон. Эмоционально было трудно играть дома, потому что победа решала выход в полуфинал. Но я считаю, что все-таки в нужный момент собрались, показали максимальную борьбу. К сожалению, не хватило. Где-то, наверное, и сил уже закончились, и физики, наверное, не хватило. Где-то, наверное, упорства. Где-то техники понемножку всего-всего, наверное. Какой-то наглости, наверное. Ну, хочу сказать спасибо своей команде, что бились, старались. Уралочка НТМК вышла в полуфинал чемпионата России. Ее новая соперница определится позже. О том, как пережили зиму, тагильские дороги, о результатах осмотров дорожного покрытия пойдет разговор в программе «Факты в лицах». Гость в студии, заместитель председателя городской комиссии по сезонному осмотру автодорог Руслан Пшизов. Не приключайтесь.